виталий приветствую тебя традиционные для вторника встречи обсуждаем рынки если есть интересные события прям приуроченные к текущему торговому дню конечно же говорим но поскольку у нас встреча проходит раз в неделю то стараемся еще немного забежать вперед и сакцентировать внимание на тех риза которые будут дальше чтобы было опять же не только чего подвести спустя неделю контент друзья записывается для вас чтобы вы были в курсе того что происходит стараемся подсказать вам смотивировать подсветить эти возможности обязательно пишите в комментариях какие инструменты тоже как бы являются частью основной часть вашего портфеля может быть что-то нужно добавить на что-то еще хотите сделать акцент мы со своей стороны с виталием всегда открыты к предложению ну что виталия эта неделя прям супер насыщенная на события сегодня у нас айсэ сферу слух завтра выступление павла в конгрессе причем двухдневная наверное самое интересное все будет им сказано завтра и в пятницу но он фарм пирал с отчет который влияет на экономику в целом и сейчас влияет без словно на действия федрезерва по процентной ставки давай начнем с меня как раз традиционный набор инструментов который хотелось бы сейчас подсветить так секундочку начнем с индекса доллар который сейчас торгуется на уровне 103 . 85 ну честно говоря уже три недели доллара очень узком диапазоне ходит зажат по сути рядом с уровня 104 пункта и хочется уже раскачать вот эту тухлую вялую динамику эта неделя опять же сейчас забегая вперед мы не знаем на самом деле как все будет по итогам но сейчас предвкушая все вот эти основные макроэкономические события я думаю что доллар сможет получить достаточный импульс для движения чтобы оказаться на совершенно других уровнях и я сторонник покажет того что доллар какое-то время еще сохранить потенциал роста я очень рассчитываю на то что до конца этой недели индекс доллара окончательно закрепится выше уровня 104 пункта по ожиданиям которые есть ну пока у нас отчета см активности сферы услуг на повестке сегодня рынка остро реагирует на статистику макроэкономическую последнее время на прошлой неделе мы помним вот эту реакцию золота на выход отчета см по производственному сектору хотя может быть это было лишь попыткой а те кто анализирует рынки оправдать в том числе движение золота американской статистикой хотя с другой стороны я считаю что были какие-то другие факторы связаны просто с довольно жесткой агрессивной спекулятивной торговли этим инструментом со стороны действительно на крупных денег потому что мы не увидели в конце прошлой недели какой-то похожей динамики по доходности облигаций интенсивных торгов и по доллару то есть кстати кстати вот перебью извиняюсь я разберу эту этот момент по золоту да я его советовал покупать я расскажу почему она выросла с технической точки зрения но из фундаментальной принципе расскажу вот так так сегодня чуть поподробнее буду там некоторые моменты рассказывать хорошо продолжать дальше окей так вернемся тогда к индексу доллара сто три точка восемьдесят пять опять же сегодня ждем отчета аэсэм в сфере услуг да по прогнозам ожидать снижение с 53 4 до 53 но я думаю что рынку все равно может оказаться достаточно то что индекс остается в зоне роста и это должно по идее положительно сказаться на настроениях на тех кто покупает доллар потому что еще один отчет сильный по сфере услуг будет дополнительным подтверждением того что экономика остается в состоянии перегретости и соответственно это может убедить трейдера в том что инфляционные риски никуда не деваются и соответственно американский регулятор будет постоянно откладывать вот это решение которое связано с снижением ключевой процентной ставки ну мне кажется на одном из последних с тобой совместных эфиров мы уже говорили что скорее всего снижение процентной ставки это перспектива в лучшем случае июня если еще и в эту пятницу мы получим сильный отчет по non-farm pearls я думаю что верность рынка касательно июньского изменения процентной ставки несколько пошатнется и трейдеры начнут больше верить то что эти изменения скорее всего произойдут в июле на азиатской здесь мы видим вот этот локальный интерес к доллару может быть это уже начало развития восходящей динамики на которую я делаю большую ставку поэтому друзья сегодня рекомендую ну собственно как и раньше пока быть оптимистами касательно доллара по евро кстати на фоне локального крепления курса доллара мы видим такое же локальное снижение 1 0 846 полагая что локальный максимум по евро уже были достигнуты и сейчас очень много будет зависеть от реакции рынка на американскую статистику и от итогов заседания европейского центрального банка на неделе кстати в четверг собственно ставки конечно же оставят на прежних уровнях но нас интересует риторика главы европейского центрального банка кристин лагар напомню что неделю назад было очень много данных по инфляции основных стран европейского союза еврозоны в целом были подтвержденные факты снижения инфляционного давления и еще если добавить к этому тот факт что немецкая экономика остается в рецессии а еврозона чудом избежала вот этого понятия экономического спада я надеюсь то что лагард все же позволит себе сделать какое-то подобие этих мягких заявлений о том что может быть экономика нуждается в более скором смягчение более раннем смягчение национальной монетарной политики и в принципе я жду то что ецб пойдет на снижение ставки гораздо раньше чем это сделает американский регулятор я вот касательно перспектив изменения процентной ставки вот еще не знаю кто из регуляторов будет первым например ецб или банк канады заседание банка канады кстати тоже на этой неделе и такое небольшое отступление в сторону я там тоже рассчитываю на то что банк канады может обозначить более ранние сроки приблизить их снижение ставки и канадский доллар который сейчас под давлением если кто-то из вас друзья следит думаю то что это давление сохранится прямо вплоть до конца этой недели возвращаясь к евро если все будет так как я отметил то мы можем получить импульс нисходящий в рамках этой недели и пара евро долларов потенциально может оказаться ниже отметки 1 0 8 так касательно рынка нефти 82 30 решение опек продлить действия сокращения добычи до конца второго квартала то есть на все первое полугодие 1024 года первоначально может быть на ожидании пятницу толкала котировки вверх но вот сейчас понедельник мы видим что какого-то позитивного эффекта уже нет сошел на нет нет корректируется трейдеры в ожидании всех этих релизов которые были обозначены выступление паула нам фармы потому что понимает что это фон который повлияет на доллар я уже отметил что ожидая укрепления доллара соответственно рост доллара может привести к снижению сливых инструментов и в данном случае рынка нефти пока здесь сделка на снижение так и что касается золота 2118 долларов за тройскую сумму сейчас друзья анализируя рыночный сантимент в комментариях часто пишут именно уделять ему больше внимания сейчас сантимент 75 процентов на продажу соответственно меньшинство 25 процентов на покупку то есть даже несмотря на факт состоявшегося ралли мы видим то что трейдеры еще терка и ждут от этого разворота коррекции и отката при таком сантименте как сейчас я думаю что путем наименьшего сопротивления для золота остается движение вверх ну а тут собственно до исторических максимум уже по сути один маленький шаг золото может пройти буквально за считанные часы весь этот оставшийся диапазон кода поэтому торговля золотом на текущих уровнях это крайне рискованное предприятие потому что мы увидели очень серьезный задир вверх на стабильном долларе на стабильных доходностях американских облигаций и если опять же учитывать этот факт то по идее коррекция может произойти так же быстро как тот рост который мы наблюдали но это опять же лишь акцент на то что торговать золотом сейчас очень рискованно ну а тем кто все-таки хочет пожалуйста используйте в том числе и рыночный сантимент который говорит о том что есть потенциал для развития восходящей динамики так виталий слово тебе как раз передаю на золото в общем да мы поотвечаем по на некоторые вопросы которые у нас были под прошлым видео да у принципе мы всегда как говорим с артемом говорим что пишите свои вопросы что вы хотите увидеть что улучшить и так далее на какие там моменты ответить и так далее да ну первое чтобы я хотел отметить то что ты как раз сейчас закончил по поводу что золото выросло индекс доллара на месте облигации там честно не смотрел они где-то там болтается тоже на месте я бы во-первых какой дал совет вообще трейдерам никогда не сравнивать с другими инструментами потому что каждый инструмент это он имеет свою игру да да бывает корреляция с тобой согласен что можно там смотреть на другие инструменты и делать прогноз на другие так иногда работает но не всегда это нужно понимать я бы советовал ну как я это вижу и понимаю рынок что нужно каждый инструмент отдельно анализировать потому что бывает даже тот же условно вот евро и фунт даже да вроде бы вместе надо ходят но евро там за последние там два месяца сделал глубокую коррекцию вниз да вот с максимума на новый год который был у нас а фунт он небольшую коррекцию сделал да вот по соотношению к своему тренду да там пунктах она одинаково но то же самое там золото серебро вроде бы иногда не на кого ходят а бывает вообще-то по-разному допустим золото на максимумах исторических а серебро нет и так далее даже бывает тоже нефть бренд light бывает коррелирует очень красиво бывает вообще в разнобой идут я бы помню попал где-то 5-7 лет назад на такой момент я как-то пропустил light точку входа на покупку да и такой думаю о light уже ушла давай сейчас бренд куплю она падает то есть это тоже нужно понимать что бывает где-то сработает корреляция да бывает нет но я бы в общем советовал не работать под ним этот то есть такое мое мнение дальше по вопросам которые у нас были там было несколько вопросов два вопроса такие первые то есть артем не проводи с ним обзоры больше то есть это обо мне то есть вообще ни о чем об основу обоснованность своей позиции должна быть а не я жду туда потом жду туда то есть там ского чем вообще супер обзора то есть ну смотрите то есть артем ведет фундаментальные моменты то есть он в основном там 15 минут говорит о фундаменте четко и так далее да я говорю о фундаменте два-три слова если есть у меня какое-то мнение по инструменту по рынку если кстати обсуждать фундамент мне кажется позапрошлый или позапозапрошлый то есть у нас три эфира было последнее время или два после того как я болел я говорил что стоит обратить внимание не только на инфляцию потому что инфляция в принципе растет и понимаю почему там артем советовал там работать на укрепление доллара ослабление золота и так далее я дал такую подсказочку двух словах что обратите внимание на другие показатели что они скорее всего будут ухудшаться почему потому что как я это ожидал экономика она в принципе мне кажется она где-то показала какой-то рост моменте большинство показателей сша показали хороший такой рост я думаю ну сейчас будет точно какое-то снижение она пошло на снижение да практически там на 80 процентов все показатели в сша сейчас вышли чуть ниже да за последние там две-три недели правильно если не ошибаюсь и и товара на длительное пользование и и другие то есть они в принципе все чуть ниже ожидания аналитика вышли правильно то есть и это в основном повлияло на доллар и если брать доллар у нас если брать там евро и фунт за последние две-три недели то евро и фунт укрепился то есть спекулятивно можно было заработать это первое второе то что я рассказываю со своей точки зрения там говорю ну евро купить обоснованность его то есть если условно вы не понимаете условно китайский язык да то человек если я буду говорить на китайском для вас это будет непонятно потому что у меня своя авторская стратегия она очень простая я сейчас двух словах там одна минута расскажу то есть она основана на импульс коррекции все больше ничего не нету на рынке то есть фундамент можно учитывать да там я его учитываю да и артем учитывает но тоже с ним нужно так уметь если глобально можно легче определить а если спекулятивно условно там на два-три дня на неделю на две движения то здесь нужно очень лавировать очень сложно а потом эти там опционы маржинальные зоны это уже было доказано мы там с ребятами разбирали не такие профи как я что это все скажем такая фантазии объемы еще более-менее там влитые шарты ланги то есть это тоже то есть двух словах смотрите суть моей стратегии то есть так демонстрация экрана виталий не забывай только про тайминг да да я живу двух словах я расскажу что было понятно смотрите на рынке у нас есть два вида движений и все больше ничего нету то есть есть импульс есть коррекция это первый вид движения наша задача эту коррекцию купить на движение наверх есть второй вид движения импульс и коррекция только не плоская а коррекция условно под таким углом и тоже задача ее словить правильно там можно несколько раз ошибиться и движение наверх все больше ничего на рынке нету то есть есть тренд есть коррекция то есть тренд это импульс коррекция это одну коррекционные движения зона накопления там есть еще нюансы как ее определить понятно что мы с артемом там когда я рассказываю я не рассказываю нюансы как я вижу long я говорю long да потому что вам рассказывать вам большинству не будет понятно этот момент вот и все то есть больше ничего на рынке нет я к этому приходил 15 лет то есть еле к этому подошел как это все работает сейчас показываю на золоте как я определил золото рост и серебро кстати я в прошлый раз золото показывала серебро не показывал но со своими ребятами разбирал то есть глобально смотрите глобально у нас по золоту почему я говорил покупки последние там две-три недели вот у нас импульс вот этот тренд который у нас образовался с осени прошлого года и вот это все движение это боковая коррекция то что я показывал сейчас да она там возможно неровная она не всегда красивая какая-то это глобально то что я видел и говорил что золото глобально нужно последние две-три недели покупать где-то там мы с тобой и покупали шарки ли локально в этом канале то есть это можно было работать но дальше я понял что скорее всего это коррекция закончилась и мы дальше будем расти наверх потом локально то есть это я глобально показал почему я искал покупки локальным смотрите импульс вот этот который прошел и боковое боковое движение все то есть это по простому если вот там кто-то изучал технический анализ это флаг и все там есть треугольники флаги и так далее все больше ничего нету и смотрите какое здесь накопление было и что мы получили мощное движение наверх все вот примеру серебро здесь другой вид коррекции был вот смотрите импульс вот этот и коррекция она была глубокая и движение наверх а глобально вот если смотреть у нас то же самое если смотреть там прям ну так долгосрочно то есть у нас импульс вот это и накопление большое то есть у нас серебро должно выйти очень очень высоко наверх и золото тоже золото в принципе пошло наверх я жду вообще его там далеко две триста две четыреста но это тоже под вопросом но с текущих пойдет с коррекции то есть мне нужно чтобы было накопление и тогда понятно то есть золото мы разобрали почему я прогнозировал покупки и то есть почему они отработали дальше по нефти аналогично смотрите нефть прошлый раз я советовал аналогично покупать то же самое импульс вот это импульс вот это коррекция накопления боковое и вот здесь прям вот этой точке во вторник утром я советовал покупать и смотрите мы показали рост да он небольшой я рассчитываю что мы еще будем расти по нефти но и по чуть-чуть скидывают желательно чтобы ее там сегодня начали откупать потому что если мы будем ломать здесь уже ситуация будет сложно мы с ребятами аналогично здесь покупали нефть чуть-чуть здесь скинули без убытки посмотрим продолжится рост или нет потому что там есть нюансы то есть когда ломается модель когда не ломается когда подтверждается и так далее то же самое вот я нефть покупал кстати я мы тогда на битве аналитиков не проводили с тобой обзор но я загружал на маркет обзор свой и на свой канал вот здесь в январе начало января там не середина то есть то же самое смотрите и импульс и коррекция то есть мы отработали наверх дальше что еще в прошлый раз советовал натуральный газ то же самое смотрите я говорил покупаем там натуральный газ с целью там 2 доллара мы почти сделали вот в принципе мы прошлую неделю и понедельник получился неплохой рост то есть смотрите логика на это контр-тренд контр-трендовая модель то есть у нас тренд нисходящий глобально но есть возможность работать спекулятивно на коррекцию то есть вот импульс вот импульс и коррекция да и продолжение вот этой коррекции движение вот этого предыдущего импульса то есть это двух словах очень все просто там есть очень много нюансов которые нужно изучать и понимать чтобы скажем вероятность сделок было больше потому что то что я сейчас рассказал можно торговать но вероятность если так просто понимать сделок будут там положительных меньше если понимать еще нюансы на понимать где нужно входить где подождать чуть-чуть то есть там уже есть нюансы то есть это я разобрал те инструменты которые давал момент вот еще пример вот поза поза прошлый момент я советовал покупать bitcoin то же самое смотрите импульс боковая коррекция наверх вот здесь тоже я советовал со своими ребятами то же самое смотрите импульс коррекция все это мне изучаешь какие-то моменты фундамент опционные маржинальные фантазии так далее просто вот такие моменты изучаешь и все ну и что касается евро доллара прошлый раз я тоже его затронул то есть у меня было четыре инструмента прошлый вторник это евро золото нефть и натуральный газ если не ошибаюсь больше ничего не говорил вот по евро я говорил евро стоит рассматривать на покупку с тех зонка всех цен которые были прошлый раз я сказал что желательно желательно подождать коррекцию вот мы скорректировались я называл уровень 108 та же самая модель смотрите импульс коррекция здесь усиленная зеркальным уровнем мы локально здесь выросли я жду выше но посмотрим ситуация может меняться это нужно понимать то что я сегодня сказал она может там сегодня выйдут новости допустим там модель будет моменте ломаться или нужно ее потом снова подтверждать то есть у нас будут новости сегодня в среду четверг пятницу ситуация может моменте меняться или моменте ломаться но потом подтверждаться то есть снова покупки то есть вот это такой момент здесь еще был один вопрос по поводу там спасибо спасибо парни спасибо за и так далее. Был еще вопрос, я сказал, что евро, возможно, идет на разворот, и был вопрос, что тренды разворачиваются, если так коротко, от ЕЦБ. Я думаю, что можно... Да, но хорошо, я заканчиваю. В принципе, я мнение по евро высказал, по нефти еще чуть-чуть жду, чтобы, ну, в принципе, я за лонг. И по другим инструментам, в принципе, у меня пока идей торговых нет. Потому что там уже, в принципе, что-то отработало, что-то ломается и так далее. То есть евро пока я жду наверх. Если рассматривать в контексте индекса доллара, он немножко корявый, поэтому ситуация такая скользкая. Будем смотреть. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за исчерпывающий, развернутый ответ касательно твоей торговой системы. Я думаю, что на некоторые комментарии можно иногда просто не делать даже акцент. Не, ну, это нормальный вопрос, я считаю. То есть человек сказал, что я, скажем, почему я покупаю золото, я не дал такой конкретный ответ в своем обзоре. Я его не всегда должен давать, потому что он не будет вам всегда понятен. То есть тебе понятно, потому что ты фундаменталист и, в принципе, фундамент понятен каждому человеку, да? Ну, почти всем, да? А мое мнение не всегда, потому что это авторская стратегия и ну, не до конца понятно. Понял. Так, ну что, давай тогда на сегодня уже постепенно закругляться. Еще раз, сегодня у нас отчет АСМ, есть что торговать, на что обратить внимание, собственно, так же, как и по всей неделе. В следующий вторник, Виталий, мы с тобой снова вернемся к анализу рынка и прокомментируем изменения, которые на нем произойдет. Еще раз тебе большое спасибо, что нашел время, подключился, обсудил со мной рынки и хорошей тебе торговой недели, тебе и всем нашим подписчикам. Спасибо, Виталий. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok